Куда катится рубль? Куда катится рейтинг Путина? Куда вообще катится Россия? О чем говорят на Западе и о чем упорно молчат в Москве? Подробности у нашего московского кремлеведа Данила Русакова. О том, что рейтинг Путина начал ползти вниз, уже пишут даже про кремлевские информагентства. На сайте одного из них опубликовали опрос, проведенный, кстати, Левада-центром. Прямо в заголовке материала есть ссылка на экспертов. Они говорят о нарастающей в обществе апатии. Впрочем, только лишь этим отважные по нынешним временам публичные предположения не ограничиваются. По подсчетам тех, кто проводил опрос, снижение рейтинга пока не такое значительное. Но оно первое с момента начала кризиса на востоке Украины. Если в августе за собиратели земель русских были готовы проголосовать 57% респондентов, то теперь уже только 49%. Последние сильные колебания рейтинга хозяина Кремля и не только. Кремля фиксировали в первые месяцы после разгромной победы Путина в 2012-м. Его очередной приход к власти тогда спровоцировал волну уголовных дел против несогласных и фактическую ликвидацию протестного движения в России. Впрочем, по словам социологов, нынешнее падение скорее является признаком усталости и безысходности. Антиправительственных настроений в обществе они не фиксируют. Все это не может продлиться больше, чем полгода или год. А что потом? Потом государство становится банкротом. Оно не в состоянии кормить граждан. И граждане, естественно, пытаются тем или иным способом поменять власть. Тезис о том, что Путин и Россия равнозначны, его высказали радикально настроенные сторонники главы государства накануне Валдайского форума, по всей видимости, получил свое подтверждение для них тоже. Падает не только рейтинг, но еще и рубль. Курс евро впервые превысил отметку в 54 деревянных за один брюссельский. С долларом дела обстоят не лучше, там почти 43 уже набежало. Ситуация ухудшается с июля, и многие такое положение дел связывают именно с антикремлевскими санкциями. Кстати, их отменять не собираются. Надежды близких к власти экономистов, что осенью уже все закончится, как видно, не оправдались. А в их стратегических планах вообще много чего интересного было. И про встающую с колен державу тоже. А на Западе во все говорят о болезни Путина, мол, рак у него. И эти слухи докатились и до Москвы. Поэтому для многих теперь становится актуальным вопрос, на который телевизор много раз утвердительно, положительно отвечал. В какой же на самом деле позе пребывает отчизна? Данил Русаков, Олег Неведомский, Московское бюро, телеканал Аинтер.